Соревнования опыта, таланта и мастерства прошли в Ново-Воронеже. Переходящие кубки вручил Сергей Кириенко лучшим сотрудникам госкорпорации. Первый сезон игры команды «Росатомов» что где когда закончился свадьбой во льдах. Пуск первой очереди АЭС Куданкулам. Насколько он важен для Индии. Рубрика редактора программы. На Ленинградской АЭС-2 завершено строительство второй башенной испарительной градирни. Энергетический дивизион развивает советские традиции трудовых конкурсов мастерства. В Ново-Воронеже на базе недавно открытого учебного центра для рабочих специальностей работники атомных станций выявляли лучшего профессионала. Соревновались более 50 человек. Слесари, монтажники, геодезисты и прорабы. Сложнее всего на конкурсе мастеров пришлось жюри. Выбирать из уже профессионалов высшего класса самого лучшего задача не из легких. А потому и конкурсы для участников были подобраны особенно тщательно. Например, для геодезистов устроили настоящий квест. По заданным координатам им нужно было отыскать зарытый в землю объект. Здесь входит решать инженерные задачи типа прямой засечки, обратной засечки, подготавливать данные к уравниванию, определять сразу же погрешности своих определений, работать со спутниковыми системами. Помимо практического задания все участники конкурса решали теоретическую часть. Это основы техники безопасности, охраны труда, проверялись знания об атомной отрасли в целом. Но, как говорят сами участники конкурса, все это можно было просто выучить. А вот практика – дело другое. Здесь, как выяснилось, главное – опыт и внимание. Ну, опыт тоже и внимание должно быть, что надо к работе внимательно относиться и хорошо, а не так терпляться. Тогда будет все получаться. Кстати, в итоге победил как раз опыт. Например, первым среди сварщиков ручной сварки покрытым электродом стал Владимир Владимиров, который работает электросварщиком уже более 15 лет. Сварщик – это как водитель. Постоянно надо совершенствоваться, оттачивать для мастерства. Все-таки атомстрой – это такая треслевая промышленность, которая требует наивысшей квалификации в плане мастерства. Повысить квалификацию строительного персонала атомной отрасли – это главная практическая цель этого конкурса. Но была еще и моральная составляющая. То есть мы рассматриваем его первое, это как все-таки повышение квалификации, но и второе, конечно, это мотивация. То есть на самом деле мы хотим возродить уважение к профессии строителей. В итоге все участники конкурса получили памятный подарок – именные часы с гравировкой. А победителя – приглашение в Москву на первую ежегодную конференцию строителей атомной отрасли, где им вручат их заслуженные награды. В госкорпорации «Росатом» прошел второй в этом году День информирования. По традиции, глава «Росатома» Сергей Киренко выступил с обзором важнейших для отрасли событий и ответил на вопросы работников госкорпорации. Отличительной особенностью этой встречи стало награждение сотрудников, которые внесли наиболее заметный вклад в работу своих подразделений в первом полугодии 2013 года. Они получили дипломы и впервые вот такие кубки, которые будут переходящими в зависимости от того, кто и какие результаты покажет в своей работе в дальнейшем. Кстати, лучший сотрудник и дальше будет определяться по результатам голосования своих коллег. Самое главное, что работа должна нравиться. Мне моя работа нравится, поэтому я ее делаю с удовольствием. И чем лучше я ее делаю, тем больше удовольствия я получаю. Мотивирующий фактор и груз ответственности, конечно, ложится. Теперь не хочется удариться в грязь лицом. Я испытал глубокое чувство радости, потому что это действительно оценка моих заслуг, моих стараний, моих трудов, всеми моими коллегами, товарищами по работе. Открытое акционерное общество «Техснапэкспорт» отметило свой юбилей. Ведущему российскому экспортеру товаров и услуг ядерного топливного цикла исполнилось 50 лет. На торжественном собрании коллектива и бизнес-партнеров компании «Заслуги техснапэкспорта» были отмечены почетной грамотой правительства Российской Федерации. А теперь короткой строкой новости ядерно-энергетического комплекса. На Балаковской АЭС прошло выездное заседание общественной палаты Саратовской области. На нем обсудили проект по продувке водоема-охладителя. В ходе визита гости приняли участие в отборе и анализе проб воды в передвижной лаборатории атомной станции. «Никим Татамстрой» изготовила автоматизированную систему контроля реактора ВВР-1000 для третьего энергоблока Ростовской атомной станции. Система способна дистанционно оценить состояние металла и сварных соединений корпуса реактора в активной зоне. Концерны «Росэнергоатом» и «Ленинградская атомная станция» помогут известному биатлонисту Дмитрию Малышко подготовиться к Олимпиаде в Сочи. Спортсмены «Соснового Бора» получат специальную стипендию на тренировки, организацию быта или экипировку. Смоленская АЭС провела технический тур для первокурсников Белорусского национального технического университета. Будущие инженеры-строители атомных станций побывали на действующих энергоблоках и в лаборатории внешнего радиационного контроля. А теперь короткой строкой новости топливного дивизиона. На Новоуральском приборном заводе проводят испытания нового оборудования поверхностного монтажа, предназначенного для установки компонентов на печатные платы. Новое оборудование полностью исключает возможность человеческой ошибки и защищает платы от воздействия статического электричества. Топливная компания ТВЭЛ представила результаты консолидированной отчетности за прошлый год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. Выручка топливного дивизиона превысила 127 миллиардов рублей. Эта сумма на полпроцента меньше показателя предыдущего года. На Новосибирском заводе химконцентратов прошел аудит функционирования интегрированной системы менеджмента. Эксперты дали положительное заключение и отметили эффективность менеджмента качества, охраны здоровья, безопасности труда и системы экологического менеджмента на предприятии. В рамках президентской программы повышения квалификации инженерных кадров 15 сотрудников Сибирского химического комбината прошли обучение в Северском технологическом институте НИЯУМИФИ по программе управления проектами на предприятиях ядерного топливного цикла. А теперь короткой строкой новости из городов ЯОК и ЯРБ. Специалисты Саровского ядерного центра представили программный продукт НИМФа делегации компании «Гидроспецгеология». Разработка ученых в ней – это программа нового поколения для расчета задач экологии подземных вод. Она используется в геоэкологии, гидрогеологии и нефтедобыче. На производственном объединении «Старт» директор по развитию ПСР Сергей Абозов проверил эффективность работы по обеспечению ритмичности производства и снижению себестоимости изделия «Иглан». Это ракетно-зенитный комплекс – один из приоритетных проектов ядерного оружейного дивизиона. Семь молодых специалистов ядерного оружейного комплекса стали победителями конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли». Среди лауреатов – авторы уже спроектированных установок. Так, инженер-технолог производственного объединения «Маяк» Артем Иванов представил комплекс гидрокавитационной очистки поверхностей. Старшеклассники из города Лесной на два месяца стали работниками комбината «Электрохимприбор». Предприятие впервые пригласило школьников потрудиться на их ЭП в качестве дворников и озеленителей. К концу лета юным сотрудникам будет выдана зарплата. Теперь давайте отправимся в Индию. В прошлой программе мы рассказывали о фиспуске первого энергоблока АЭС Куданкулам. Реактор выведен на минимально контролируемый уровень мощности. И в настоящий момент проводится целая серия экспериментов, по итогам которых индийская страна примет решение об энергетическом пуске блока. И в энергосистему Индии пойдут первые киловатт-часы. Пуска АЭС Куданкулам в Индии очень ждут, так как в стране серьезный дефицит электроэнергии. И в нашей студии редактор Михаил Полунин. Михаил, я правильно понимаю, Россия решит энергетическую проблему Индии? Ну, не всю и не сразу, но пуск АЭС Куданкулам это действительно будет значительный шаг вперед для Индии. Чтобы прочувствовать значимость АЭС Куданкулам для Индии, достаточно сказать, что пуск только первой очереди станции двух первых блоков означает, что атомные мощности страны возрастут в полтора раза. И это в ситуации, когда в Индии наблюдается жесткий дефицит электроэнергии. По официальным данным, этот дефицит составляет 10%. Что стоит за этой цифрой? Например, периодическое отключение от электричества крупных городов. Самый серьезный случай был в прошлом году, когда на два дня без света осталось половина населения Индии, около 600 миллионов человек. Почему так происходит? Потребности экономики растут быстрее, чем возможности энергетики. А теперь давайте посмотрим на структуру электрогенерации в Индии. Угольные электростанции дают около 54% электроэнергии. ГЭС 24%, газовые электростанции 10%, возобновляемые источники энергии 8%, атомные станции около 4%. Как видите, все завязано на уголь. Но угольная промышленность не справляется. Мощностей не хватает, качество угля низкое, целый ряд других причин. И нужно не просто что-то делать, а энергия нужна срочно и в больших количествах. И вот атомная энергетика в данной ситуации выступает как палочка-выручалочка. В работе с атомом Индия не новичок. 15 лет назад страна официально объявила, что обладает атомным оружием. А первые атомные станции в Индии начали строить американцы и канадцы около полувека назад. Но они построили только первые три энергоблока, а все остальные станции индийцы построили сами. На шести действующих атомных станциях Индии работают 20 энергоблоков. 90% реакторов имеют малую мощность 220 мегаватт и ниже. Общая установленная мощность индийских АЭС 4600 мегаватт. Как видите, атомных станций в Индии много. Но их суммарная мощность невелика. Она сравнима всего лишь с одной нашей атомной станцией. Например, Калининской или Балаковской. Поэтому доля в энергобалансе страны атомных станций невелика. Всего 4%. Но скоро ситуация начнет меняться. Потому что в Индии принята специальная атомная программа, которая рассчитана на три этапа. Первый этап – развернуть строительство реакторов большой мощности. Для этого индийцы привлекли Росатом. Началось строительство АЭС Куданкулам. И кроме того, они освоили свой национальный проект реактора мощностью 700 мегаватт. И уже строится 4 таких энергоблока. Второй этап – ввод эксплуатации реактора-размножителя мощностью 500 мегаватт. Его индийцы начали строить в 2004 году. И вот когда построят, начнут из Тори, которого в Индии в избытке, получать уран-233. С ураном в Индии, как известно, проблема. А вот Тори много. Четверть мировых запасов. Поэтому третьим этапом Индия планирует освоить Ториевый топливный цикл и перейти на новые технологии. Вот как у них. В целом, Индия планирует в течение ближайших 20 лет увеличить установленную мощность своего реакторного парка примерно в 10-12 раз. С помощью, в том числе, и нашей технологии ВВР. Михаил, то есть получается, что наши реакторы в Индии будут самыми мощными? Да, а еще и самыми современными по мировым меркам. Но об этом уже после энергопуска. Спасибо. А теперь я передаю слово коллегам из ядерно-энергетического комплекса. Строительную площадку Ленинградская С-2 посетили более 40 журналистов из Санкт-Петербурга Ленинградской области. Хорошим поводом стало завершение строительства второй башенной испарительной градирни. На возведение второй градирни строителям потребовалось полтора года и больше 10,5 тысяч тонн бетона. Это второй из трех башенных испарителей, которые предназначены для первого и второго энергоблоков. Градирни ЛАЭС-2 высотой 150 метров на сегодняшний день самые технологически эффективные и мощные в нашей стране. Мы с самого начала стремились к применению самого современного оборудования. Мы изучили не только российский, но и международный опыт. В настоящее время строители приступают к монтажу основного оборудования и к покрытию внутренней и внешней оболочки башни защитным составом от солнечных лучей и осадков. Татьяна Корнышева, Карина Филиппова. Специально для программы «Страна Росатом. Сосновый Бор». Белоярскую АЭС посетил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Лакшин. Участники визита совершили обход площадки строящегося энергоблока. Они ознакомились с ходом работ по завершению строительства и подготовке к пуску энергоблока номер 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800. Шансы обеспечить физический пуск в этом году безусловно есть. Точно так же, как безусловно есть и проблемы. Часть из них ожидаемая, часть новая. Это естественно, потому что блок не серийный. Физический пуск реактора должен состояться в конце 2013 года. Кристина Сажаева, Сергей Жильцов. Специально для программы «Страна Росатом». На стройплощадке Ростовской АЭС стартовала Всероссийская студенческая стройка 2013. Студенты прибыли на трудовую вахту до конца лета. Я захотел сразу, я сказал, поеду, я буду ждать. Я ждал очень долго сюда, чтобы поехать. Около месяца ждал, чтобы сюда ехать. Ждал, чтобы пока позвонят. Здесь очень интересно. Много работы, много нового узнал, увидел. Интересно очень. Красиво здесь. В этом году количество участников сводного строя отряда состояло 350 человек. Уже из 10 регионов России. Это Всероссийская, во-первых, программа. И нам нужно охватить как можно больше учебных заведений, чтобы приобщить к труду ребят. Чтобы не просто так они выходили инженерами, которые ни разу не видели воочию строительство объектов. А так они приезжают и на месте, начинают с метелки, как говорится, и заканчивают уже в управлении где-то. Студенческие отряды – реальная помощь строителям. На строительстве АЭС студенты получат первые рабочие навыки и первый трудовой стаж. Александр Илюшин, Вячеслав Пшеничный, Андрей Калашников. Ростовская АЭС. Специально для программы «Страна Росатом». А теперь новости топливного дивизиона. Я передаю слово нашим коллегам из топливной компании «ТВЭЛ». Общее годовое собрание акционеров прошло на Новосибирском заводе химоконцентратов. На собрании утвержден отчет о производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2012 год и определены перспективы развития. Активно развивается неядерное направление. Объем реализованной неядерной продукции в 2012 году впервые превысил миллиард рублей. Все, что связано с литиевой тематикой, это мы считаем должно быть хорошим направлением. И тот проект литий-ионные аккумуляторы, катодные материалы. Мы считаем, что здесь очень могут быть неплохие результаты. Основная доля прибыли, полученной НЗХК в 2012 году, пойдет на реализацию инвестиционных программ. Но и без дивидендов акционеры не останутся. Владимир Ларин, Новосибирск. Специально для программы «Страна Росатом». Точмаш Авто осваивает новую продукцию для отечественного автопрома. Вот такая деталь под рулевой переключатель. Будет установлена под приборной панелью современной «Лады Приоры», «Лады Калины» и «Лады Гранда». Точмаш Авто выпускает под рулевые переключатели уже много лет. Заказчики – ведущие автопроизводители страны. Новый вид под рулевика предприятие освоило всего за год. Занималась разработкой этого изделия наше собственное конструкторское бюро. А подготовку, соответственно, и постановку на производство вело. Также технологическое бюро вместе с производственным отделом. На борту новых автомобилей будет установлена навигационная система «ГЛОНАСС». Владимирский подрулевик будет управлять этой системой. В данный момент мы используем новый переключатель с добавлением функции управления бортового компьютера. Сейчас на «АвтоВАЗ» отправлена первая опытная партия новых подрулевых переключателей. Но уже к концу года Точмаш Авто планирует отправить заказчику порядка 20 тысяч этих изделий. Наталья Анисимова, Александр Кондрашов. Специально для программы «Страна Росатом». 17 июля в администрации «Северска» состоялись общественные слушания по обсуждению материалов о проекте реактора «БРЕС-300». Это реактор на быстрых нейтронах, который производит топливо в достаточном для себя количестве, то есть как бы сам себя кормит. У него свинцовый теплоноситель, не горючий и не кипящий. В проекте отсутствуют возможности его потери. Это еще больше повысит безопасность реактора. Мы не выпускаем новые порции для активности в природу. И то, что здесь делается, вот здесь, в этой программе, это резкое снижение риска аварии. Геннадий Крамаренко, Александр Кузнецов. Специально для программы «Страна Росатом». А теперь новости из городов ЯОК и ЯРБ. Я передаю слово нашим коллегам. На приборостроительном заводе решили задачу переработки гальванических отходов. Специалисты разработали для этого особый метод. Метод перетизации. Попросту говоря, очистка химического раствора с помощью солей железа. В этих баках содержатся отработанные гальванические отходы, которые потом перекачиваются в этот реактор. Происходит именно метод ферритизации. Получается практически чистая дистиллированная вода. Мы используем эту воду для приготовления реагентов. То есть у нас получается весь цикл переработки отходов методом ферритизации безотходным. Анастасия Погонина, Алексей Устинов. Специально для программы «Страна Росатом». Горно-химический комбинат представил общественности экологический отчет. Эта встреча стала самой многочисленной за всю практику публичных обсуждений документа. Презентация в таком виде чем хороша? Тем, что когда берешь саму презентацию документ, почитал-почитал, вопросы есть, на вопросы ответить некому. А здесь были люди, которые могут ответить на вопросы. На этот раз к дискуссии активно подключились представители общественности с настороженностью, относящиеся к развитию атомной энергетики. Сегодняшний разговор, если это будет часть какого-то системного разговора, то это хорошо. Но если мы подумаем с вами, что вот это вот и есть ответы на все вопросы, то это, конечно, не так. В ходе презентации звучали вопросы в отношении проблем оборонного наследия. Текущая деятельность предприятия не потребовала уточнения. Комбинат сейчас, сейчас в данный момент не является объектом непосредственной серьезной опасности. В целом участники события высказали положительную оценку по текущему состоянию дел на ГХК. Юлия Трусова, Сергей Вознесенский. Специально для программы «Страна Росатом». Производственное объединение «Старт» – крупный научно-производственный центр. Сегодня одним из направлений деятельности предприятия является медицинская тематика. К новинкам этого направления можно отнести изобретение ведущего инженера-конструктора Андрея Алексеева. Душа Алексеева – установка для создания струи высокого давления. Это началось где-то в 80-х годах прошлого века, когда была поставлена задача о промывке, необходимости промывки деталей сложной конфигурации, содержащей глухие отверстия. Такой высокоскоростной душ с огромной кинетической энергией можно применять, не выходя из своего дома. Даже кратковременное нахождение под таким душем способно активизировать иммунитет. Александр Дубицкий, Елена Шаренко. Производственное объединение «Старт» для стороны Росатом. Свадьбой знатоков на Северном полюсе завершился последний сезон игры «Что, где, когда». Росатом, как известно, является партнером этой интеллектуальной телеигры, но когда вручался суперприз, тогда еще и представить себе никто не мог, чем все закончится. Суперприз от Росатома такой же элитарный, как и сам клуб «Что, где, когда». 12-дневный тур на Северный полюс стоит около 25 тысяч долларов на человека. И на ближайшие три года все подобные путешествия уже забронированы. Призеры Росатома вне очереди. Обладатель «Хрустальной совы» знаток Илья Новиков в необычное путешествие отправился со своей девушкой Анастасией. Она тоже знаток. На одной из игры познакомились. Друзья пары догадывались, что дело идет к свадьбе. Но даже для самой Насти предложение руки и сердца на Северном полюсе стало сюрпризом. Поэтому вместо белого платья и фаты – белый пуховик. Сотрудников ЗАГСа заменил капитан судна и 150 свидетелей бракосочетания. Это такая давняя морская традиция, что поскольку море, в море капитан, царь, бог и воинский начальник, вот по традиции у них такое право есть. Очень понравилось. Большую роль сыграл экипаж, организация всего. Хочется отдельное спасибо сказать всем, кто принимал участие. И нам повезло с компанией. Наши русскоговорящие коллеги. Вот они очень помогли, создали прекрасную атмосферу. Капитан атомного ледохода с удовольствием расписал влюбленную пару. Дмитрию Лобосову во второй раз за свою карьеру уже пришлось заменять сотрудников ЗАГСа. Лет 20 назад на Северном полюсе стали мужем и женой пара 90-летних австралийцев. Но свадьба знатоков ему понравилась гораздо больше. Та атмосфера, которая царила в этот момент на льдине, приподнятая, веселая, радостная, добродушная. Она, конечно, поднимает настроение. И это приятно. А вот медового месяца в круизе у молодоженов не получилось. Слишком насыщенной и разнообразной получилась программа тура. Свободной не оставалось буквально ни минуты. Высадки, вертолетные экскурсии, лекции. Все было очень интересно, насыщенно. Но я, честно говоря, думала, что ну ледокол, куда деваться. Взяла с собой книг, что-то еще, что-то еще. И вообще не было ни минуты. Все очень насыщенно, динамично, живо. Фантастика. Покидая атомный рядоход, теперь уже супруги Новикова поблагодарили «Росатом» за небанальный приз. Команду за понимание и праздник. А также загадали на будущее отметить через 25 лет серебряную свадьбу и вновь на Северном полюсе. На этом все. Удачи вам и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин